Небольшой город окутывает туман, в котором скрываются невообразимые монстры, охотящиеся на всех людей. Меня зовут Костя Немуви, и это Кинофокс. На небольшой город в Америке надвигается буря. Семья художника Дэвида Дрейтона пережидает её в полной темноте, так как вырубило электричество, и они не совсем представляют масштаб бедствия. Выйдя утром наружу, Дэвид приходит в раздражение. Упавшее дерево выбило окна в его мастерской, и кое-какие работы погибли. Он собирается в магазин, чтобы залатать пробоины, когда его сын Билли зовёт родителей к озеру. Дерево с участка соседа раздавило их лодочный сарай. Родители спускаются к воде и замечают густой неестественный белый туман, медленно спускающийся с гор и клубящийся по поверхности озера. Дэвид предполагает, что это последствия бури и не обращает особого внимания, ведь предстоят ещё разборки с соседом. Но Брэнд Нортон оплакивает гибель своей машины и к дополнительным тратам по восстановлению сарая относится спокойно. А узнав, что Дэвид собирается в магазин, он просит взять его с собой. Дэвид, Брэнд и Билли отправляются в супермаркет, чтобы купить всё необходимое для устранения последствий урагана. В магазине, который тоже остался без электричества и телефонной связи, царит столпотворение. Все стараются закупить как можно больше продуктов и товаров первой необходимости, потому что непонятно, сколько продлится этот коллапс. Люди обращают внимание на появление в магазине военных из находящейся в горах военной базы. Да и полиция как-то странно активна. Пожилая учительница сетует на то, что школа тоже сильно пострадала, а денег на восстановление нет. Тут Дэвид слышит приказ полицейского группе военных прервать увольнительный и ждать его тут, пока он проверит аптеку и понимает, что что-то идёт не так. Над городком разносятся звуки сирены, привлекая всеобщее внимание, а в следующую минуту перед магазином появляется Дэн Миллер с текущей износа кровью, который бежит через стоянку, крича о какой-то опасности, которая скрывается в тумане. Он просит закрыть двери, но люди пока не понимают всей серьёзности происходящего. Один из покупателей выбегает из здания и бежит к своему автомобилю, когда его накрывает туман и остальные слышат страшные крики. Люди запирают двери и тут начинается нечто, похожее на землетрясение. Всех раскидывает по сторонам, но сильно пострадавших нет. Витрины затянуты туманом и на улице совершенно ничего не видно. Фанатично религиозная миссис Кармеди провозглашает наступивший Армагеддон. Одна из женщин, переживающая за своих детей, оставивших дома без присмотра, порывается уйти, а когда её пытаются остановить, просят мужчин проводить её. Но никто из напуганных неизвестностью людей не соглашается на это. Тогда она уходит одна. Дэвид пытается успокоить напуганного Билли и выбирает уголок, где можно присесть. Остальные тоже начинают приходить в себя и разбредаются по магазину. Около Дэвида собирается несколько человек. Учительница Аманда, её старшая коллега Ирен, продавщица Салли и ещё пара людей. Продавец магазина Олли тоже стремится поговорить с Дэвидом, ведь тот ведёт себя разумнее остальных. Он объясняет, где можно взять одеяло для мальчика и Дэвид идёт на склад. Войдя в помещение, мужчина вдруг слышит шум снаружи и удары в дверь, отчего она выгибается. Он рассказывает об этом Олли и механикам, но те ему не верят и поднимают насмех. Тем не менее, они решают проверить склад, где выясняют, что генератор отключился, видимо из-за забитой снаружи трубы. Подросток-разносчик Норм вызывается открыть подъёмную дверь, чтобы прочистить её. И как бы Дэвид не уговаривал людей не делать этого, они только больше злятся, считая его ненормальным. Норм приподнимает дверь и все видят густой туман. Но вокруг всё тихо и спокойно, а механики смеются над Дэвидом, а Норм даже призывает неведомое чудовище прийти. И тут из тумана оно и приходит. Огромные щупальца с когтями хватают Норма, а механики застывают в оцепенении, не спеша оказать помощь, и за парня борются только Дэвид и Олли. Но они не могут справиться с огромной силой монстра, и парня утаскивают в туман. Пришедшие в себя механики опускают дверь, отрубая часть щупальца. Мужчины возвращаются в магазин и пытаются рассказать остальным о случившемся, ведь тут стеклянные витрины, и скрывать правду от людей преступно. Дэвид, Олли и механики пытаются убедить Брента, который является известным юристом в правдивости своего рассказа. Но мужчина настроен скептически и считает всё местью за выигранное ему Дэвида дело. Тогда Олли кричит на весь магазин, собирая остальных людей у склада. Менеджер магазина, посчитав, что тот пьян, угрожает ему увольнением, но мужчина заставляет всех послушать. Тот рассказывает о происшествии, а менеджер смеётся, не соглашаясь пройти на склад. Мужчина видит обрубок, но тут плоть начинает таять, оставив после себя только следы. Тем не менее, менеджер удостоверился правдивости рассказа Дэвида и призывает людей к осторожности. Все начинают укреплять окна, пока миссис Кармоди возносит молитвы, искренне считая, что настал судный день и принимая на себя миссию спасительницы людских душ. При этом, дама ведёт себя очень грубо, оскорбляя окружающих. А тем временем, Брэнд собирает вокруг себя группу скептиков, которые не верят в россказни Дэвида и собираются уходить из магазина. Миссис Кармоди тоже привлекает к себе верующих, и таких набирается немало. Доходя до того, что Аманде приходится дать ей пощёчину, чтобы прекратить её проповеди, но та только больше раззадоривается, обещая, что этой ночью демоны явятся за всеми присутствующими, пугая и без того напуганных людей. Дэвид решает заняться делом и просит военных о помощи. Парни тут же присоединяются к группе. Миллер и Ирен предлагают сделать факелы и неплохо борожиться оружием. Один из посетителей магазина, Корнел, сообщает о том, что в его машине лежит дробовик, а Аманда достает из сумочки револьвер, который носят по настоянию мужа. Правда, стреляет она посредственным. Зато выясняется, что Олли занимался спортивной стрельбой, поэтому револьвер отдают ему. Тем временем, Брэнд объявляет о том, что его группа уходит. Дэвид понимает, что уговоры не подействуют и просит кого-нибудь обвязаться веревкой, чтобы люди в магазине узнали, сколько метров те смогут пройти. Сделать это соглашается байкер, который готов дойти до машины Корнелла, чтобы достать его дробовик. Скептики во главе с Брентом выходят на улицу. Дэвид стравливает веревку, указывающую на то, что байкер движется к цели. Но вдруг ее как будто что-то хватает, и мужчине с трудом удается ее удержать, пока она не ослабевает. И когда тот начинает сматывать ее, он вытаскивает из тумана только половину туловища смельчака. Теперь все понимают, что за двери выходить не стоит. А механики восстанавливают аварийное освещение, когда Олли и Дэвид замечают, что на парковке свет зажигается сам по расписанию. Но чтобы подключиться к ней, придется выйти на улицу. Их разговор прерывает стук в стекло, и через минуту люди с ужасом видят насекомое, похожее на летающего скорпиона. Их становится все больше, и фанатичка тут же вспоминает текст из писания о скорпионах. Но тут на стекло бросается крылатый животное, напоминающее птеродактиля. Олли осеняет мысль, что эта нечисть летит на свет. Дэвид приказывает выключить лампы, но перепуганные люди мечутся, стараясь укрыться кто где может, мешаясь сделать это. Одно из существ разбивает витрину, и насекомые проникают внутрь. Огромная муха кусает продавщицу, и та падает на пол в конвульсиях. Птеродактиль тоже начинает охоту, убивая одного из мужчин. Парень-покупатель делает факел из швабры, но огонь перекидывается на него самого. Но тем не менее, одного птеродактиля удается поджечь. На миссис Кармоди нападает одна из мух, но когда та произносит слова молитвы, насекомый не кусает ее, что служит фанатичке лишним подтверждением ее избранности. Битва с монстрами продолжается, Олли выцеливает и убивает самых больших. Внезапно один из птеродактилей оказывается прямо перед мальчиком. Тот кричит, и Дэвид успевает подхватить ребенка, когда Олли стреляет в монстра. Все заканчивается, и хотя люди победили, многие из них пострадали. На фоне происходящего люди начинают верить пророчествам Кармоди, а другим людям становится совсем плохо. Люди вспоминают, что по соседству есть аптека, где можно раздобыть необходимые для обожженного средства. Дэвид вообще предлагает уходить отсюда, так как сегодня они еле отбились от тварей, чуть не спалив весь магазин. Его машина стоит почти у дверей, и там 8 мест. У них есть пистолет с остатками патронов, а Олли готов собрать необходимые продукты. На возражение Аманды Дэвид напоминает о пророчестве Кармоди, ведь она вполне может потребовать принести кого-нибудь в жертву, например. И кого же она назовет? В конце концов, люди соглашаются с его планом после того, как сходят в аптеку ради спасения жизни обожженного. Узнав о том, что группа людей собирается выйти, фанатичка и ее сторонники устраивают крик, ведь они могут привести монстров за собой. Ирен приводит Кармоди в чувство пощечиной, но это действует недолго. Тем не менее, небольшая группа людей отправляются в соседнюю аптеку. В тишине и тумане люди добираются до нее и находят нужные лекарства. Неожиданно в свете фонарика появляется кокон, внутри которого угадывается человеческая фигура. Люди с ужасом понимают, что тело служит пищей для потомства громадных пауков. Один из мужчин отшатывается и задевает еще один кокон. Его обжигают болью и он кричит. Тут же становится понятно, что один из подвешенных еще жив. Это оказывается военный полицейский, который в предсмертных словах говорит, что туман возник по вине военных из проекта «Стрела». И тут из него начинают выбираться созревшие паучки. Дэвид понимает, что они уже ничем не смогут помочь и командует отход. Но взрослые пауки тоже почувствовали их присутствие и начали обстреливать людей своей паутиной, которая способна пережигать конечности. Несколько человек погибают, прежде чем остатку группы удается вырваться из здания. А после того, как они возвращаются в магазин, группа Кармоди становится еще сильнее. К ней примыкает все больше и больше членов. Среди них и участник вылазки в аптеку, который стал одним из самых ревностных ее последователей. Услышав о призыве к искуплению, Дэвид утверждается в идее бежать. Он вспоминает о последних словах полицейского и решает допросить солдат. Но неожиданно обнаруживает, что двое солдат, участвовавших в проекте «Стрела», повесились во время их похода в аптеку. А оставшийся солдат под нажимом Кармоди признается, что ученые из проекта случайно открыли окно в параллельный мир, откуда появились и существа, и туман. Последователи Кармоди избивают его, бьют ножом и выкидывают наружу, считая это искуплением за один день безопасности. Солдат убивает исполинское существо. После этого Билли заставляет отца пообещать, что тот никогда не позволит монстрам забрать его. Опасаясь фанатиков, Дэвид назначает отъезд на утро, когда все будут спать. Однако оказывается, что Кармоди предусмотрела это и людей сторожат. Дэвид пытается решить вопрос миром, но фанатичка убеждает своих сторонников, что необходимо принести в жертву мальчика. И тут начинается драка, поняв, что иначе им не победить, Олли двумя выстрелами убивает Кармоди и больше никто не решается помешать отъезду группы. Они выходят в туман, однако, пока не добирались до автомобиля Дэвида, трое из них погибают при атаке монстров. Оставшиеся забираются в машину, и тут мужчина видит револьвер, выпавший из мертвой руки Олли, и достает его. Но это чуть не заканчивается трагедией. Аманда, Дэвид, Билли, Дэн и Ирен уезжают, провожаемые взглядами оставшихся в магазине людей. Сквозь туман Дэвид ведет автомобиль в направлении своего дома, где обнаруживает, что его супруга стала жертвой пауков. Люди решают ехать столько, сколько хватит горючего. По дороге они повсюду видят следы смерти и разрушений, а однажды наблюдают колоссального монстра с телом, покрытым огромными свисающими щупальцами и колоннообразными ногами, сотрясающими землю. Наконец, горючее кончается, и группа молча смотрит друг на друга, понимая, что идти больше некуда. Последними четырьмя патронами Дэвид убивает всех, в том числе и Билли. Но больше патронов нет, и рыдая, мужчина выходит из машины, готовясь умереть в лапах чудовищ. Вскоре он слышит нарастающий гул. Дэвид сматривается в клубящуюся мглу, ожидая появления чудищ. Но из тумана выезжают танки и другая военная техника, а за ними следует множество солдат, выжигающих огнеметами туман и существ, обитающих в нем. Мужчина видит несколько тягачей, забитых выжившими, среди которых он замечает и ушедшую из магазина женщину, которую никто не согласился проводить до дома. Потрясенный Дэвид понимает, что только что лишил жизни тех, кто мог быть спасен. Он кричит, упав на колени, а двое солдат в недоумении смотрят на него. Круто, сильно, умно, емко, могете. Основная мысль фильма заключается в том, что в жизни не бывает всегда правых героев и обязательно хороших концовок, и решения, которые кажутся в моменте единственно верными, могут оказаться катастрофическими. По праву, это один из самых шокирующих и запоминающихся финалов в истории кинематографа. И я его помню с самого первого просмотра и до сих пор. Подписывайтесь на канал и на мою телегу, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки этому видео, а также пишите в комментариях, как вам этот фильм. А с вами был Костя Немуви. Увидимся совсем скоро.